Приветствую вас. Первое, на что стоит обратить внимание, это на то, что если мужчина за столько времени не проявил к вам интерес, если мужчина, как вы говорите, не сделал первых шагов, а вы считаете, что он должен их сделать, то он еще их и не сделает, и ваши ожидания, скорее всего, будут обмануты. В том смысле, что человек не будет поступать так, как вам хочется, в том смысле, что человек не будет поступать так, как вы того хотите. Вот первое. Второе. Есть вопрос относительно ваших чувств к человеку, что это за чувства, какие чувства и так далее, но все они направлены и нацелены. Вот. Потому что есть подавление, что у вас также есть, ну, некоторые проблемы с коммуникацией, да, и с выстраиванием отношений, что есть некоскованность, неуверенность, закрытость. Дальше. Основное и главное противоречие, которое есть в этой ситуации. Я обрадовался, что мы поедем в отпуск, потому что я могу ему быть нужна просто для компании, что это для меня значит. Если вы не готовы проводить с человеком время просто так, бессмысленно, то лучше вам не ехать с ним никуда. Конечно. Вот. Но если вы не против провести время, тем более что платит он за двоих, то почему нет? С равной долей вероятности это может как? Привести со временем, но я боюсь в течение достаточно долгого времени к чему-то. И с равной долей вероятности нет. Совершенно очевидно, что мужчине нужно отпустить ту девушку, без которой у него есть чувство, иначе она все время будет призраком, стоящим между вами. Вот. Ну и повторюсь, вам необходима некоторая коррекционная работа для того, чтобы, может быть, более естественно сопоявиться. Потому что, ну вот, например, говорите вы, допустим, что, по вашему, ну, по моему мнению, мужчина должен, там, проявлять инициативу. Инициативу. Супер. Прекрасно. Ну так, если вы так считаете, если это ваша позиция, ну так, ее нужно обеспечивать. То есть, в смысле, что значит обеспечить? Обеспечить, это значит, продвигайте ее. А получается, что у вас позиция одна. А мужчина ведет себя иначе. И толку от вашей позиции. Какой в ней смысл тогда, если, ну, если, ну, как бы ничего нет, да? Если, если она не реализуется, если она не защищается, если она не продвигается и так далее. Так что, я думаю, что здесь вот такой момент. Что я предложил бы? Я предложил бы сделать следующее. До ноября времени еще много, поэтому, я думаю, что имеет смысл, значит, вам взять парочку консультаций у специалиста, который вам придется подольше и разобраться в своих противоречиях и страхах. Может быть, вы сможете использовать, как бы, это для того, чтобы, во-первых, решить, что вы будете делать, во-вторых, если вы решите поехать, то там уже максимально с пользой провести время. У меня возникло ощущение, что вот вы оба пытаетесь сделать, знаете, я это называю, ошибкой культурного человека. Как я это называю, я сейчас поясню, что это значит, ошибка культурного человека. Это означает, что люди пытаются искать себя более культурно, чем это вообще ну. Ну, то есть, по сути, в некоторой степени, как ханжер. Как бы, я ничего не имею против, вы не подумайте, ничего не имею против ханжера, то есть, как бы, есть и есть такая позиция. Есть люди, которые, ну, стараются жить правильно. Ну, вот, это вызывает вопросы, но, в целом, стараются и стараются. Главное, чтобы не навязывали свое мнение другим людям, вот. Но, отличие ханж от тех, кто делает ошибки культурного человека, в том, что ханжа не просто придерживается определенной позиции, он ее продвигает, он ее защищает и он ее обеспечивает. Значит, вы такое ощущение, что пытаетесь, вот, пытаетесь быть правильными, да, пытаетесь поступать правильно, пытаетесь, там, действовать правильно. Потому что, боитесь совершать более резкие движения, более активные, активные, спамбанные какие-то, ну, действия, да. И это мешает, это мешает нам соотношениям нужное развитие. В любом случае, будь то друзья, будь то коллеги, будь то романтические отношения, не важно. Понимаете? Люди, которые совершают ошибку культурного человека, никогда не будут так себя вести. Они будут стараться максимально придерживаться этой позиции. Что? Поцелуй? Вот я сейчас это прочитал. Поцелуй и отношения, это не исходно, а производно. Как бы, с одной стороны, да, но только то, что касается поцелуев, потому что отношения, ну, я хочу расстроить, вы уже в отношениях. То есть отношения, это не может быть производным, потому что, и не может быть исходным. Потому что это отношения, это то, в рамках чего происходит все остальное. Поэтому здесь, как бы, мужчина пытался замудрить, но не очень получилось. Вот это замудрение, такое откровенное замудрение, замудрение, да, ненужное, неуместное, вот, это и есть то, что я называю ошибкой культурного человека. И, может быть, вы боитесь остаться одна, и поэтому не совершаете каких-то действий, или не защищаете свою позицию. Вот, наверное, нужно поработаться и вернуться в себе, чтобы вы были искренне. Чтобы, если хотите, чтобы, ну, считаете, что мужчина должен делать пару шагов, ну, так, ну, прямо об этом заявите, скажите, ну, что такое, а что такое, типа. Хочешь со мной быть, давай, я, что, я на тебя буду три года тратить, что ли? Не, время своё жалко, как бы, вот. Ну, всё, понимаете, или, или вы соглашаетесь на тот формат отношений, на такой. Принимаете человека, но тогда не торопитесь, не требуете ничего, и не ждёте. Потому что это, как я уже говорил, с раной долей вероятности это может продлиться и один год, и несколько лет, шесть лет, пять лет, и так далее. Повторюсь. Решать по итогу вам. Ну, повторюсь. Ваши собственные конфликты, собственные противоречия, страхи, неуверенность, сомнения. Это всё точно мешает отношениям. Чем больше вас этого, тем менее искренне вы в отношениях. Тем более вы скрытные, костные, неестественные, нестабильные. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Вам желаю всего самого доброго и удачи.